Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоусова называется «О любви». В рассуждении денег мы хвалим тех, кто ничего не должен, в рассуждении же любви мы восхваляем и почитаем тех, кто остается всегда должником. Утвердимся же в этой истине, соединимся друг с другом, если кто захочет отпасть, ты сам не отпадай, и не говори этих холодных слов, если любит меня, люблю его, если не любит меня, если же не любит меня, правый глаз, то вырывай его. Напротив, когда он не хочет любить, тогда покажи еще больше любовь, чтобы привлечь его, и награда тебе будет больше, когда ты привлечешь нежелающего любить. Если на пир Бог повелевает звать тех, кто не может отплатить нам, чтобы увеличилось воздаяние, то тем более должно делать так и в рассуждении дружбы. Тот, кто, будучи любим, тобою любит взаимно, воздаёт уже тебе награду. Тот же, кто, будучи любим, не любит тебя, делает вместо себя твоим должником Бога. И кроме того, когда он любит тебя, немного требуется старание, когда же не любит, то имеется нужда в твоей помощи. Не делай же того, что должно быть причиной заботливости, причиной беспечности, и не говори так, как он болен, то я пренебрегаю им. Болезнь – это охлаждение любви, согрей же охлаждённое. Ведь желание быть сильно любимым происходит от сильной же любви. Когда мы не особенно расположены кому-нибудь, то и не нуждаемся и в тесной с ним дружбе, хотя бы он был великим и знаменитым человеком. Но когда мы любим кого-нибудь горячо и искренне, то хотя бы любимый был ничтожным и маленьким человеком, мы считаем за величайшую честь ту любовь, которую он внушает нам. Если же ты умеешь пользоваться братом, то в состоянии ли будешь когда-нибудь правильно пользоваться чужим? Если не умеешь обращаться с собственным своим членом, то сможешь ли когда-нибудь привлечь и соединить с собой внешнего? Почему ты один? Почему не припытаешь многих друзей? Почему не являешься творцом любви? Почему не устрояешь дружбы этой величайшей похвалы для добродетели? Подобно тому, как быть в согласии со злыми особенно раздражает Бога, так и быть в согласии с добрыми особенно радует Его. Не будь со многими в нечестии, готовь себе друзей прежде жилища, прежде всего прочего. Если миротворец Сын Божий, то насколько более тот, кто делает друзьями? Если только примиряющий называется Сыном Божиим, так какой награды не будет достоин тот, кто делает примиренных друзьями? Дьявол побуждает нас быть всем врагами, а Бог повелевает всех считать друзьями и любить. Тот, привозив нас к брению и глине, а такое есть богатство, не дает вздохнуть хотя бы немного, даже и ночью. А этот, освобождая нас от такой излишней бесцельной заботы, заповедует собирать сокровища на небесах не путем обид другим, а от собственной праведности. Тот после многих трудов и огорчений не только не может защитить нас, когда мы терпим на том же свете наказание и подвергаемся страданиям за нарушение законов Божиим, но еще увеличивает пламя. А этот, заповедов нам давать чашу холодной воды, не допускает лишиться нам даже из-за этого сдаяния и награды, но воздает с великой щедростью. После этого не крайне ли безумие с нашей стороны не любить столь кроткого и обилующего такими благами владыку, а рабствовать неблагодарному и жестокому тирану, которому ни здесь, ни там не может принести никакой пользы повинующимся и преданным ему. Итак, не рабщите за мои слова. И я ведь пролюбящего меня сказал бы, что он не тогда, когда только хвалит меня, но когда обличает, селью исправит. Тогда-то особенно и любит меня. Хвалить без разбора все доброе и худое свойство не другу, а льстецу и насмешнику. Напротив, хвалить за доброе дело и упрекать за проступок – вот долг друга и доброжелательства. Для чего же мы не приобретаем силы любви и не утверждаем себя в безопасности? Да коли будем ограничивать ее одним или двумя, тот, кто имеет друзей, хотя бы был беден, становится гораздо богаче богатым. Чего он сам не посмеет сказать за себя, то скажет за него друг. Чего не может доставить сам себе, достигнет через другого. Невозможно потерпеть какое-либо зло тому, кто охраняется столькими оруженосцами, не так бедительны царские тирохлонители, как и эти, те охраняют по нужде и страху, а эти по доброжелательству и любви. Притом царь боится своих стражей, а человек, имеющий друзей, верит им больше, чем себе самому. И кроме того, есть ли какая стена столь несокрушимая, столь укрепленная совокупностью огромных камней, столь недоступна для нападения врагов, как союз любящих друг друга, исплощенных между собою единодушием. Он отражает козни самого дьявола, и весьма естественно, восставая против него в союзе друг с другом, такие люди становятся непобедимы его ухищрением и возбегают блистательные трофеи любви. И как струны лиры, хотя многочисленные, но настроенные согласно звучат приятнейшим звуком, так точно объединенные единомыслием издают благозвучный глаз любви. Но ведь нет ничего усладительной любви, чего только не сделает искренний друг, какого не доставит он удовольствия, какой пользы, какой безопасности, какого не доставит он тысячи сокровищ, ничто не может сравниться с искренним другом. Подобно тому, как блестящие тела распростирает блеск и на близлежащие места, так и друзья, в каких бы местах ни явились, везде расточает свое благоволение. Лучше поэтому жить во мраке, чем без друзей. Не так горячко сжигает тело, как душу разлука с любимыми. Страсть любви такова, что заставляет нас ежедневно представлять себе любезных к нам, когда они не находятся вместе с нами, а отсутствуют. Она отвлекает душу любящего от всех находящихся на лицо и привязывает ее к одному возлюбленному. Аминь. Прони все, Господь. Завтра 8 часов молитва. После литургии сразу будет совершается таинство бракосочетания. Прони все, Господь. Благодарю. Спасибо.